Памятник архитектуры 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 Сотни домов, вот, дома, двора, этажа, номера квартир, потом фотография появилась, фото, родились похоронены, кем были, вот они, включая дворника Ахмета, еще кого-то, зачем мне 10 тысяч фамилий там с лишним, когда я десяток знаю, например, этих людей, но купил, потому что потрясен был тем, что до каждого жителя, жившего вот в центральном холме, слева от нас, краевед, это один всего человек, собрал все материалы, и после его смерти уже друзья издали этот журнальный вариант такого. Справа площадь Ушакова, сам Ушаков бюстиком стоит, исторический бульвар начинает, закрытый, а вот это здание с башенкой и звездой, 65-й год, 965-й год, тоже драмтеатр Черноморского флота, который возник в 44-м году, как ансамбль песни и пряски Черноморского флота, по сей день ансамбль и театр работают в этом-то здании. Ну, а нам, где здесь, вот, куда белая машина, сколько было, помнишь, все, остальное, знаешь, далеко не урезать, не своя очередь. Мы снова на проспекте Ленина, теперь хотелось, чтобы вы обратили внимание, мы въезжали на него, когда в Севастополь поднимались, а теперь выезжаем. И совсем быстро снова окажемся на Сапунгоре, который я вам показывал при подъеме, то есть совсем близко. И Сапунгора это южные ключи, юго-восточные ключи, ко центру, то есть вот мы спускаемся, да, вокруг садовые домики, дачки, огороды и так далее, то есть Севастополь до 1945 года включительно. Ничего не было, никаких остальных зданий не было, были только вот эти вот дачные домики, садовые домики. И все остальное построено уже после войны. За ними, кстати, пустыри, сейчас пустыри еще, там заняты хозяйственными различными постройками. Еще раз южная бухта, надеюсь, все запомнили ее, ее половину бухты прошли на катере. Были кораблями. Снова будет, если не закроет нам бронепоезд Матрос-Железняк, который сделали здесь на Севастопольском заводе рабочее. У него было 6 прицепов, 6 дальнобойных пушек в Севастополь и из Севастополя. Ведут 6 тоннелей, не так, вальсируют между собой, тоннель за тоннелем. И выскакивая где-нибудь из тоннеля какого-нибудь, бил по наступающим фашистам Матрос-Железняк. В ответ на него фашисты притащили только под Севастополь. Самую крупную пушку Второй мировой войны, Дора она называется, где калибр был 808 миллиметров. Я там скажу, это 80 сантиметров с лишним калибр, ствол. На 25 километров стрелял, а 7-тонный снаряд летел на 25 километров с дальнего расстояния. И воронка до 30 метров, с 5 метров глубиной. Ну, смогла эта Тура, как ее у нас прозвали, она здорово у немцев. Тура. Всего 49 выстрелов сделать. Расклепалась. Эти 150 тысяч тонн, ее трехэтажная она, кстати, еще была. Поэтому трехэтажный Мат они открыли. Понятно. Вот. Сейчас подъемным краном поднимался, зарядник. Посмотрите, справа. Сырк. А мы не садимся. Право. А право. Дай, пожалуйста, как стоит, ехать в Сапун-гору. Вот здесь дорогу не стоит. А не надо, я тебя прямо вывезю. Не надо туда ехать далеко. Есть светофоры, ничего. Едь все время прямо и все. Это есть выход на Сапун-гору? Я тут дорогу не знаю, но даже знаю. Да? Что здесь знаешь? Спокойно. Главное, по прямой. Свернули мы в очередной овраг между разными холмами. Еще раз просто обратите внимание, что здесь было до 45-го и после 45-го осталось и сохранилось. Года. До 44-го, когда освободили Севастополь после него. Вот. Тогда были еще поменьше пушка 700 миллиметров, пушка 600 миллиметров. И только под Севастополем они работали. Остальные пушки, ну стандартные тоже. 400-200 миллиметров. Снаряды самые разные. Фашисты на Севастополь создали преимущество по всем видам техники и численности тоже. Но 250-ми Севастополь держался. К сожалению, последняя неделя обороны города, Ставка приняла решение всех командиров, начиная с майора, с майоров, вот, эвакуировать различными способами, используя самые последние уже корабли, флота, оставшиеся на плаву подводной лодки наши и так далее. Об этом вы все видели в кинофильме «Битва за Севастополь». Петров Иванович, генерал-майор, хотел застрелиться даже, потому что армию покинуть, это 90 тысяч еще бойцов, свою армию. Но его удержали, века Ставки, со слезами. А потом отомстил Петров за то, что эвакуировали его и штаб. Вот. Остались без командования, ну, на уровне вот тех же майоров, капитанов. И без боеприпасов, без продовольствия, без четкого плана действий. Зубами держаться за последний дюйм метр севастопольской земли. У всех их фашисты уничтожили. У кого-то в Констагиря, там, в общем, практически не осталось. Кто-то к партизанам пробрался. О партизанах Крыма хочу сказать. В горах они все базировались. В 41-м уже создавались площадки, материальные базы, вернее. Но пещер много. Вот это все, видите, камень крымских гор. И дальше будете смотреть, кровистые. С лазами между пещерками разными. Все это местные знали. Поэтому как-то держали пас. Потому что они очень хотели ходить на зеленку, на зачистку этих пас партизанских. Хотя ходили. Пас партизан активных на действии. Не принимали. Подполье работало. Во всех местах. Очень хорошо работало. Что возглавлялось часто командирами Красной Армии. Как и в Севастополе. Мы едем по улице Ревякина, командира подполья. Грамотно работали. И приказ в конце 43-го года был партизаном, подполью. Сделайте возможные, невозможные по всему крыгу. Но к часу икс обнаружьте планы подрыва дворцов, зданий, санаториев и прочего. Памятников и так далее. Спасите обезвредить мир и так далее. Вот взрывок. Покидая оттуда на населенный фон, взрывали все по возможности. И с этим заданием справилось более действительно перед часом икс, перед апрелем и месяцем 44-го года. Все эти планы были обнаружены, провода перерезаны. Поэтому мы имеем счастливую возможность смотреть все, что осталось нам в наследство. От царей 19-го и начала 20-го века. Бывшие санатории. Они и сейчас в санатории, большей частью. Поэтому впереди Южный берег. Об этом мы смотрели в кинофильме, в сериале. Гитары майора Соколова. Волопке снимался. Куда мы после Балаклавы отправимся. Так что вспомните, может быть, сериалы. Еще раз пересмотрите.